2016 год в Нинецком округе был объявлен годом народного единства. В нашем регионе живут дружно более 77 разных национальностей. Это русские, кумни, азербайджанцы, ненцы. Вместе с программой СИЮН мы отправимся к ним в гости, а в новогоднюю ночь соберемся за общим столом и украсим нашу межнациональную елку. Сегодня в гости нас пригласила азербайджанская диаспора. Вместе с ними мы приготовим их любимое национальное блюдо аш. Здравствуйте! Спасибо большое за приглашение. Заходите, будем показывать, как мы готовим это национальное блюдо аш. Вместе с вами приготовлю. А плов мы сегодня будем готовить с председателем общественной диаспоры единства Этибара. Да, сегодня мы будем вместе готовить азербайджанское национальное блюдо аш и назвать его словом плов. Мы называем аш. Для приготовления плова нам нужно килограмм риса. Самый хороший рис – это султан. Султан, а это чей рис? Кашматы. Это очень нежный, получается от этого риса и вкусно. Килограмм мяса, любого ковяжа можно там, и барани можно, и олени можно. Для приготовления надо нам курага 200 грамм, 200 грамм черный слив и изюм. Можно светлый, можно черный, но по вкусу. Килограмм крепчатого лука и килограмм мяса. Мы мясо уже положили, он киптится. Для приготовления риса, чтобы сварили, его надо хорошо омыть. Холодная вода. Мы вставляем огонь и смотрим, время сколько там, полчаса, он должен быть готов. 30 минут, да? Да, 30 минут, самое меньше. А вот сливичное масло вставляем, чтобы он оттаял. Здесь же 20% молока или вода, пускай их прикиптит, чтобы настоящий масло осталось, чтобы луковицу жарить здесь и мясо будем здесь жарить. И потом добавляем сухофрукты. Здесь вместе они будут обжариваться. Но это возьмет время. Мясо будет через час готовить. Он должен, чтобы мягкий был, чтобы он оттаял. В отличие от других национальных кухонь, в Азербайджане готовят отдельно рис и отдельно основу плова, мясо и фрукты, соединяя все это в одном блюде только при подаче на стол. Азербайджанская кухня очень разнообразна. Насчитывает десятки видов различных блюд. Молочных, мясных, мучных, овощных. Люля-кебаб, авдух, шахер-чурья, кефирни, джизбыс и другие. Такое богатое разнообразие связано с географическим расположением и различными климатическими зонами. Горы, море и равнина щедро одарила эту страну. Ни одно азербайджанское блюдо не обходится без специй и приправ. Корица, гвоздика, петрушка, вазарий, зеленый и черный рейхан, укроп, душистый перец, шафран. И у нас есть здесь шафран, добавляется на плову. Когда рис будем через ситу пропускать, тогда мы его будем добавлять. Вот запах чувствуется. Он очень хороший вкус. Из Азербайджана? Да, из Азербайджана. А может, это сортный? Да, такой запах. Шафран не нашли, который не молчивает. Добавляю, что он как растение хорошее. Здесь уже нет. У меня кончился. Я дома привез. Часто готовим плов. В любых мероприятиях, в каких-то праздниках. Я уже на ремар, все говорят, что это варское плов, чудо плов. На рис бросать 1 ложку. 1 ложку целую? Целую, целую, да. Прям с горкой? Да, да, целую. Берите там крышку, я помогу. Какое естественное создание. Да, перемешать, да, перемешать. Пока варится рис, в мясо добавляем 2 ложки нарезанного репчатого лука. Весь оставшийся лук бросаем в кипящее сливочное масло. В процессе приготовления интересуемся, откуда у эти бара такие кулинарные способности. У меня в семье там 4 сестры были, да, у меня братишек нету. И всегда, когда они готовили, я тоже смотрел. Когда студентом был, жил в общаге, всех кормили, одну комнату сидел из 4 человека, я готовил. Все это тесто и уже научился готовить. Эти кулинарные способности высоко оценили не только соседи по общежитию, но и жители Неницкого округа. Более 10 лет именно столько Этибар живет в регионе, он балует их блюдами на разных мероприятиях. Но любят его не только за это председатель азербайджанской диаспоры. На любом празднике душа компании. Столько творчества, что такие организаторские способности. Ну, это институт. Когда я был правком факультета, у нас химиотехнологический факультет был. А там очень много было женщин. А в Советском Союзе, когда мероприятие было, да, или 1 мая, или 7 ноября, надо показывать какую-то фазу, ну, там, поостановку, да, площадь. С ними я работал, и с этого научился, там, этот, что-то. В этом там один у них мы с вами сидели. Да, ну, всегда любил общественную работу. Организаторские способности и любовь к общественной работе помогли Этибару окружить себя командой земляков-единомышленников. Впоследствии они объединились в азербайджанскую диаспору единства. Видно, что у нас количества очень много, жителей очень много, численности очень много. Надо создавать, чтобы про нас слышали, чтобы мы какой народ. Культура у нас какая хотела, культуру показывают, хотела там нашу национальную кухню показывать. Потом уже начали за земляством работать. Там уже у нас клуб земляков, десятилетия отметили, красиво, за столом Арктики. Ну, и после этого каждый год и в союзе с женщинами мы хорошо работаем, Волгой Валентиновной, международной политикой мы тоже хорошо работаем. Всегда в любой мероприятиях ходим, в какое-то собрание ходим, в круглосторе ходим. Ну, потом в этом году решили, что надо регистрироваться. Сейчас в диаспоре состоят более 150 азербайджанцев. Они вместе отмечают национальные праздники, соблюдают обычаи, выступают на городских и окружных мероприятиях. А иногда просто встречаются за общим столом. Вот и сегодня эти бар ждет их в гости. А у нас как раз идут последние приготовления. Мясо смешиваем с луком, затем туда добавляем сухофрукты. Все хорошо перемешиваем. В рис добавляем изюм. Последние штрихи. Сейчас закроем, его тоже немножко перемешаем, чтобы мягко он не становится. У него тоже первый вкус есть. В Азербайджане ни один праздник не обходится без этого национального блюда. Известно около 40 его рецептов. Как говорят азербайджанцы, чтобы весь год был счастливым, в новогоднюю ночь плов должен быть обязательно на праздничном столе. Ну что, готов наш плов аж. Сейчас попробуем, что получилось. Эти бар, вкус просто невероятный. Вам спасибо большое за хороший рецепт, за такое отличное блюдо. И я вот хочу, знаете, тоже вас пригласить на наш межнациональный праздник, где мы встретимся с разными диаспорами, которые живут у нас в округе. И мы будем ждать вас тоже с национальным блюдом. И с какой-нибудь игрушкой, которую мы украсим национальную нашу елочку. Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч.